Добрый вечер, дорогие телезрители! Все-таки Новый год у нас близится, время волшебства, подарков и многого другого. Все дети ожидают чудес, социальное волонтерство в нашей республике. Мы начинаем. Добрый вечер. Давайте. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Слышу, 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 слышу. Рад видеть вас, ребятки. Ребятки, всегда приятно, когда мы молоды всей душой, на самом деле. Дедушка и Снегурочка замечательная какая у вас. И на самом деле все те люди, которые вокруг меня собрались, не хватает тут елочки и так далее, все они творят, можно сказать, реализуют, делают настоящими те самые моменты чудес, волшебства и другого. Я представляю свою аудиторию. Конечно, Ольга Анатольевна Вешникова, руководитель фонда «Семья для ребенка», руководитель целевых программ фонда будущих поколений Николая Петровича. Беспетрович Николай Фомин. Фонд «Дети Саха-Азия» представляют Дед Мороз и Снегурочка, миру Елена Щеглова и Аркадий Винокуров. И новоиспеченный, можно сказать, надежда социальной политики республики в общественной организации «Доброй Якутии», которая уже в тесном контакте с социальными учреждениями работает. Итак, к чему вообще весь этот разговор? На самом деле, вот те акции, которые каждый из вас проводит, это и помощники Деда Мороза, и «Подари волшебство», они служат замечательной цели. Потому что любой ребенок нашей республики, который, не важно, из-за обеспеченной семьи, не обеспеченной, двоечник он, отличник и так далее, был всегда окружен вниманием и заботой. И все-таки я был бы не я, если бы какие-то, ну, не точки конфликта, а вот у нас как принято? Люди, которые, обычно это дамочки, социализирующиеся очень, да, такое рефлексирующие, можно сказать, они говорят, а, давай-ка я сегодня займусь добродейством, да, и, не знаю, начинают метаться в социальных сетях и так далее, находят объект внимания, будь то это, не важно, это котенок или бабушка, да, не важно на самом деле, и начинают там творить вот это самое добро, которое, как им кажется, они должны нести в массу, да. А как вот этот процесс должен происходить на самом деле, поэтому я не, я, как и все вы, отлично знаю, что это очень тяжелая работа, вот, на самом деле, таким вот, я воспользуюсь опять этим словом, няшным девочкам, да, находиться в детских домах и так далее, в которых очень тяжелая атмосфера, все это тяжелый труд. И, Ольга Анатольевна, все-таки, как вот этих, очень хорошо, что вот находятся такие дамы, господа и так далее, которые, ну, пусть одноразово, пусть по своему личному желанию, но изъявляют делать добро. Вот какой алгоритм их поступков, чтобы они стали настоящими добродеями? Добрый вечер, прежде всего, но я бы хотела, наверное, такую мысль выразить. Во-первых, делать добро, это приятно, да, и все воздастся в этом мире, все не просто так. Действительно, сейчас все больше и больше становится людей, которые готовы поделиться с частичкой добра, может быть, кто-то хочет что-то купить для ребенка, может быть, кто-то хочет что-то сделать, и этот порыв, он, я считаю, благороден, и сейчас, в данное время, кстати, очень востребован. Вообще-то, это норма жизни, и волонтерство, оно было всегда, да, сколько было человечества, я думаю, волонтерство. Это тоже тимурское движение, да? Да, конечно, да. Но единственное, что я бы хотела сказать, что когда мы говорим о волонтерстве массовом, да, среди молодежи, школьников, когда массовые какие-то мероприятия, спортивные, там, марафон, например, и прочее, это одно, это то есть кидается клич, да, и все участвуют в качестве волонтеров. Здесь должна быть какая-то одна установка, и вперед. А что касается, так скажем, социальных групп целевых, таких как дети-сироты, дети с инвалидностью, пожилые люди, да, дети с особенностями, может быть, это наркозависимые, алкогольно-зависимые, да, граждане. А здесь, конечно, хорошо бы системное волонтерство выстроить, и более профессиональное, и чтобы оно не было одноразовым, потому что когда к ребенку сиротеев в гости приходят и дарят подарок на Новый год, а сейчас посыпятся эти гаджеты, шоколадки, да, и подарки, и потом растворяются в тумане эти добрые дяди и тети, я думаю, это они удовлетворили свой личный порыв какой-то, да, благородство и волонтерство. И все-таки за то, чтобы они нашли вот такие некоммерческие организации, которые здесь представлены, есть у нас очень много, которые готовы направить, подготовить. У нас, допустим, волонтеры и наставники для выпускников детских домов, они проходят фактически школу приемных родителей. То есть мы готовим, это анкетирование, это тестирование, это первые пробы, да, это не просто так. А волонтеры вот Алмаз Иргенбанка, они сейчас вообще выстраивают системную, очень профессиональную работу с выпускниками детских домов. Поэтому я за системное и даже уже профессиональное, которое может развиваться до наставничества, допустим, вплоть до патронатных воспитателей. Вот на самом деле, может быть и зря вы упомянули Алмаз Иргенбанк, но поскольку я делаю передачу Вестника Алмаз Иргенбанка, последний выпуск был посвящен социальной ответственности банка. Не только банк, любое учреждение, оно должно выстраиваться по каким-то определенным законам. И мне очень отрадно, вот в сюжете про Максоголовский детский дом, да, и про Берединю, в том, что, как мне кажется, они, проделывая вот эту работу, не отделываются вот этими гаджетами, вот тебе шоколадка иди отвали, да, а они дают какую-то удочку. Удочку. Задел на будущее, да. И учат ловить рыбу. Учат ловить рыбу и выстраивают какой мостик в будущее, вот по их жизни, по которому они будут спускать. Вот не секрет, что выпускники детских домов, ну, шаг лево, шаг право, им отступиться. Дети в 15 лет рожают. Да. Преступников вот в колониях, выпускников тех же детских домов очень много. Ни для кого не секрет. По российским статистическим данным 30% у нас правонарушители, это выпускники детских домов, у нас и смертность ранее среди, особенно молодых людей, это ранние беременности, это неудовлетворенность своим первым образованием. И как следствие получается и безработица, и без жилья порой остаются. То есть это комплекс каких-то этических, правовых, не знаю, куча всего сложенная в некий клубок, который распутать очень и очень сложно на самом деле. И не будь таких организаций, допустим, как различного рода фонды, общественные организации, которые, доля НКО. Вот не секрет, Николай, что государство начинает все больше делегировать таким общественным организациям, социально ориентированным, свои функции какие-то. То есть и по части социальной политики тоже, не секрет. Ваш фонд, который отмечился созданием ресурсного центра специально для социально ориентированных НКО, он в данном направлении. Давайте немножко о вашем ресурсном центре и о вашей политике. Я, наверное, добрый вечер, уважаемые телезрители. Я, наверное, начну издалека. У нас вот в этом году началась реализация большой программы, программы развития. И в рамках этой программы у нас, ну скажу, очень много направлений. Это содействие в развитии образования, науки, культуры, сферы экологии, здравоохранения. Ну и в том числе, как бы, содействие в развитии социально ориентированных НКО. И как бы в рамках этого направления мы, во-первых, открыли ресурсный центр, да? И что он из себя представляет? Это, во-первых, как бы имущественная поддержка. Мы бесплатно предоставляем помещение для СОНКО, для проведения различных тренингов, семинаров, собраний там и так далее, и так далее. Кроме того, у нас работает трое консультантов, двое по разработке проектов помогает НКОшникам, да и один юрист, который помогает им составлять документы для регистрации в управлении Минюста. Вот. Ну и также в рамках этого направления мы приняли решение, как бы, поддержать волонтерство. И волонтерство именно социальное волонтерство. Потому что, вот как тоже Ольга Анатольевна сказала, это очень трудное направление, как бы, да? И это не очень сильно отличается от мероприятийного волонтерства, когда можно просто клич кинуть, как бы, да? А когда вот дело касается помощи именно вот детям из социально-реабилитационных центров, из детских домов, там, опекунских семей, как бы, до коррекционных школ, там именно очень важен системный подход, когда волонтеры идут не только из-за того, что это модно, там, интересно. Униформу выдают. Ну, на детях, а идут туда, как бы, ну, по зову сердца. И они знают, как обращаться с этими детьми, знают, как себя с ними вести, как бы, да? Они устанавливают, ну, такой долгосрочный контакт с этими детьми. Вот. И мы начали искать, ну, партнеров, как бы, да, в реализации проекта в этом направлении. У нас, кстати, 11 совместных проектов в рамках нашей вот программы новой, да, мы работаем по совместным проектам, совместно с АГИКИ, с Едином детским движением, с фондом Баргары, с медицинскими учреждениями и так далее. Вот. И на наш призыв отозвалась общественная организация, это, вот, Российский союз молодежи и якутское отделение, как бы, да? И мы начали, ну, совместно с нашими специалистами, ребята разработали, вот, проект Добрая Якутия, как бы, да, и начали его реализацию в этом году, ну, совсем недавно. Вопрос на засыпочку, Николай. Не сочтут ли это неким социальным хунвейбинством? То есть, фактически, скажем так, ну, пусть это на небюджетные, но на какие-то, которые взял и отдал такой богатый дяде, да, организуются вот такие вот роды общественной организации. Нет ли тут угрозы заорганизованности? Ну, я думаю, то, что нет. То, что нет. Самих давайте спросим, я прошу прощения, да, мы в основном, втором блоке, давайте, вот, пока раз начали, государственная политика, социальная политика и так далее, да, вот, прямые носители. Все-таки, начало вашего, начало вашей деятельности, вот, чем ознаменовался, что было трудно и в чем была помощь именно конкретно вот сотрудников Николая Петровича? Так, ну, мы, добрый день, так, это мы представляем Добрую Якутию, но, конечно, мы начали это сперва, ну, у каждой общественной организации есть такая ветвь, как социальная, ну, социальная помощь, ну, социальное волонтерство, вот, и мы тоже это практиковали у себя, у Российского Союза молодежи. Ну, конечно же, нам не хватало денежных средств, ну, как бы, да, для финансов, для реализации своих каких-нибудь проектов, проектов, и поэтому, когда вот фонд, целевой фонд будущего поколения к нам обратился, и мы сразу схватились и подумали, то, что... Все ли дело только в этих призринных деньзнаках, об этом мы узнаем сразу после рекламной паузы, Сашенька, извини, которая прямо сейчас на канале НВК СХ. И после, обязательно, конечно, вступления рекламы, мы бы, давайте, Саша, продолжим, все-таки в деньгах ли только помощь ваших кураторов? Нет, не только в деньгах, также нам выделили вот ресурсный центр, мы там базируемся, и там уже базируемся, там приглашаем соцучреждения, и там же обсуждаем наши проекты и дальнейшие наши вот действия в соцучреждениях, а также вообще вот... Я вот присутствовал на моменте вашего отчета, скажем так, вот начального отчета, что проделано и так далее. Требования очень жесткие, кстати. Да, жесткие, там регламент, все это вот есть. Каждую копейку, которая, ну, на ту же бумагу выделена, должны вы отчитаться, чеками и так далее. Это понятно, это должно быть нормальным явлением в таком деле, как социально ориентированный НКУ. Ваша работа в чем заключается конкретно? Вот я очень хвалебных слов слышал много, да, от представителей социальных учреждений, которые говорили. Это шикарно, когда вот просто приходят и нашими воспитанниками занимаются, да? Да. Вот давайте поподробнее немножко о вашей деятельности. Мы за то, чтобы волонтерство было системным. То есть у нас есть четыре наши соцучреждения, с которыми мы работаем, и в которые мы посещаем еженедельно, один раз в неделю. Вот, и мы там проводим мастер-классы, это так как уже близится Новый год, мы там проводили мастер-класс по раскрашиванию елочных игрушек. Вот, также мы делаем для них экскурсии в учебные заведения, то есть профориентации. Мы проводим профориентацию для детей, для выбора для дальнейшего их профессии. Вот, а также, конечно же, мы с ними обсуждаем, мы с ними разговариваем. Просто? Да, просто разговариваем. Как равные? Да, как равные. Мы с ним, как сказать, у нас с ними возраст, как сказать, ну не одинаковый, но все равно мы смотрим одни и те же фильмы, и читаем одни и те же книги, да, ну как бы да. Вот, и все-таки у нас интересы могут быть одинаковые, поэтому мы им рассказываем про фильмы, про книги, про великих людей, вот, и таким вот образом у нас, мы с ними общаемся, потому что у них не хватает именно общения извне, потому что они сидят как бы как локально, и с ними общаются только их социальные воспитатели, и вот. И мы приходим к ним, и... Частичка внешнего мира, да? Да, частичка внешнего мира, а также и какой-то вход информации, потому что все-таки, все-таки донести до них информацию, как бы поговорить с ними, и опеняться мнениями, почему бы и нет. Вот сколько я бы ни был в социальных учреждениях, да, Ольга Анатольевна, всегда сотрудники социальных учреждений говорят, мы всегда только за то, чтобы приходили, кроме наших сотрудников, с нашими подопечными, кто-то общался, просто общался. Дефицит общения, на самом деле, девочки, это величайшее, наверное, благо, которое вы можете принести, величайшее благо, которое вы можете сотворить, устраняя вот этот дефицит общения, да? И я не говорю, что... Вот мы в рекламной паузе обсудили вот то, что есть, и почему мой вопрос говорил, нет ли тут угрозы там заорганизованности, да? Все-таки понятие вот подсесть на гранты, да, ни для кого не секрет, оно для, особенно для городских НКО, да? Почему, кстати, вы не расширяете географию? Вот намский с ПТУ, допустим, там, или что-то типа такого, почему вам филиал? Конечно, в планах это есть, это реализация следующего года. В этом году мы хотим обосноваться в городе Якутске, как бы пустить корни. Плотно сесть. Да, плотно сесть, вот, и рассмотреть наши силы, блин, насколько нас хватит, и на подборе, если там в следующем году мы подберем еще волонтеров к себе, и еще плюс пустим, вот, на близлежащие районы. Это у нас в планах есть. Корни, да? Это хватит мира. Да, от меня сейчас все к серьезному, да, все-таки вот угроза грантосоства, она, насколько, насколько она серьезна все-таки? Ко мне обращаются. Да, как гибельчайшему спецу по этому. По социальному проектированию. По социальному проектированию, да. Да, могу сказать, что, кстати, не на правах рекламы, но у нас тоже создан ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, и в этом году около 30 проектов нам было направлено на экспертизу со всей республики. Мы смотрели их для того, чтобы в дальнейшем они были направлены на разного уровня, федеральный, республиканский, муниципальный, вот, народный бюджет. Да, не так давно закончился конкурс. И надо сказать, что есть действительно очень хорошие проекты. Но есть такое, и наблюдается в последнее время, я называю так, проект ради проекта. Это видно сразу, когда эффект социальный, он отложен, и он абсолютно призрачен, так скажем. Самое главное, это смета, финансово-экономическое обоснование проекта. И это, я думаю, видно, и любой комиссии, членам комиссии, я думаю, это тоже будет, как бы тоже видно. Но могу сказать еще вот какую вещь, что у нас активность граждан, она не только заключается в том, чтобы прийти в какое-то социальное учреждение, да, и что-то подарить или сделать там, или поговорить. Меня удивляет, и я преклоняюсь перед активностью наших активных граждан в районах, в отдаленных действительно лусах. Вот пример. Булунский лус, да, там незарегистрированные некоммерческие организации. Это просто объединение активистов, которые делают такие проекты. Если их отправить на конкурс, президентский конкурс, да, или профильные там, экологические, социальные конкурсы, я думаю, что это был бы просто аншлаг. Примером может послужить музей частный, да, который тоже можно и нужно, я считаю, зарегистрировать. Который посещают все знаменитые люди, которые когда-либо были в Тикси. Примером может послужить проекты школ маслягов. Там в летний период дети в трудной жизненной ситуации, из семей в социально опасном, в Путину до 8 тонн рыбы. То есть это старые добрые ЛТО, да? Это вот сейчас это называется ТОСы, да. Но могу сказать, что это у нас развито именно на уровне волонтерства сейчас. Я за то, чтобы вот наши ресурсные центры помогали именно в, как сказать, зарегистрировать эти ТОСы. Потому что пример, смотрите, Архангельская область, представьте, она небольшая, там 900 ТОСов. Республика Саха 13. Равните. А ТОС может заниматься любой активной деятельностью. То есть мы где-то здесь в этом направлении, да? Но незарегистрированных у нас очень много, да? Но я считаю, что это нужно сделать уже, поднять на уровень. Они могут как раз участвовать в грантах, да? И это будут высочайшего уровня и профессиональные, я бы сказала, эффективные социальные проекты. Ну, те же граждане, например, у Сарел Кихонов, тот же, да, кого мы прекрасно знаем, который не единожды был на знании. Он говорит, а зачем мне это регистрация? И он прав, но у него лично хватает денег, чтобы разово какие-то вот акции проводить и так далее. Это здорово. Еще раз говорю. Давай добавлю. Да, конечно. То, что касается ТОСов, да? Ну, у нас в городе как бы очень много различных видов досыга. Есть кинотеатры, парки, различные кафе там и так далее, да? А вот в селе, это получается клуб, который работает обычно, ну, мероприятия проводят три раза в неделю. И он еще и холодный получается, да? Ну, школа как бы, да? Хорошо, если есть спортзал. И хорошо, если он теплый как бы, да? И по сути, как бы, ну, на селе вот эти вот ТОСы, и кроме этого еще объединения отцов, матерей, молодежи, бабушек, дедушек, они играют, ну, величайшую социальную роль, как бы, да? Они помогают в профилактике алкоголизма, наркомании, правонарушений, пропаганду, здорового образа жизни делают, как бы, да? То есть они многоцелевые, как бы, такие, достаточно, как бы, эффективные некоммерческие организации. Я вернусь к своей мысли, вот, когда человек, который разово делает, это он может быть супербогатым или супербедным, неважно, да? На самом деле, любая активность таких граждан, она очень важна. Она очень важна, и она создает вот весь вот этот базис, на основе которых вырастают стройные ряды вот таких организаций, как Добрая Якутия, как крупнейший, скажем так, благотворительный фонд республики, Дети Сахаразии, который, ну, что-то дедушка замолчал, да? Миру Аркадий Винокуров, да, который координатор. Да, добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые телезрители. И, действительно, вы сюда пришли вот в таких костюмах, Дед Морозов и Снегурочек, не случайно, потому что мы, наша организация вот уже в 11 раз проводит акцию «Подари волшебство». И 21 декабря в Национальном художественном музее официально будет дан старт этой акции, где отряды Дед Морозов и Снегурочек, состоящих из сотрудников нашей организации, полицейских, представляющих межмуниципальным управлением ВД России «Якутская», а также журналистов. И в этот третий год уже подряд к акции очень активно подключился главный наш якутский портал Екатер.ру. Мы выезжаем по детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, дарим подарки, потому что этой категории детей, наверное, никто подарки не дарит, поэтому мы вот помогаем. Правильно я говорю, да? Правильно, дедушка. Дедушка. И, наверное, Лен, про купоны надо немножко рассказать. Да, Лена, а много ли вот вашей акции привлекается, вот о чем мы сегодня говорим, социальных волонтеров, то есть любой желающий, который... Я помню вот наш прошлой эфир, когда человек позвонил, где вы сидите, давайте я принесу что-нибудь и так далее. Таких же много, гигантское количество, да? Да, граждан, которые помогают, очень много. То есть к нам практически каждый день приходят и приходят люди, которые приносят подарки, которые даже... Ну, мы стараемся всех регистрируем, чтобы мы как бы знали наших героев. Но люди даже не хотят оставлять свои имена, они остаются анонимны и приносят замечательные подарки. Люди очень активно принимают участие. И в частности, вот после освещения на радио вашего к нам приходят люди и говорят, что вот мы услышали на радио, мы хотим принести подарок. Мы с удовольствием принимаем это. И люди участвуют не только принося подарки. Допустим, есть люди, которые не могут прийти в офис, не могут пойти в магазин купить подарок. Они покупают купоны. И в этом нам очень помогает ЕКТРУ. Нам поступили перечисления за купоны. Это 39100 рублей. То есть 391 человек приобрел купон. Вот с начала вот этой акции? Да, да, с начала акции. Замечательно. Это не считаю еще игрушки и различные сладости, которые граждане приносят к нам в организацию. Есть и также организации, которые нам помогают очень сильно. Да? Да, у нас есть постоянные партнеры этой акции. Это ЕГМО «Подросток», это магазин «Японец». Они каждый год поддерживают нас, предоставляют подарки, замечательные сладкие подарки. То есть эти люди всегда стремятся. А как вы думаете, порыв такой вот этих предприятий, бизнесменов и так далее, оказать содействие к подобным акциям, это является ли, можно ли причислить к социальному волонтерству? А можно я отвечу, да? Да. Ну, сейчас как бы вот в преддверии Нового года проводится очень много вот акций, мероприятий, да, вот какие-то организации дарят подарки детям. И у нас тоже проводится акция «Поможники Деда Мороза». Мы собрали вот письма с коррекционных школ, с больниц. И сейчас как бы, ну, жители города приходят и получают письма, исполняют желания ребенка. Давайте о желаниях детей и о что может каждый горожанин, каждый житель республики сделать для того, чтобы стать сопричастным вот к этому волшебству. Давайте сразу после рекламной паузы, которая опять же, опять же на представителях Доброй Якутии прерывает наш разговор. Увидимся сразу после рекламы. Новый год, конечно, и Марину Дьячковску мы очень грубо прервали на самом интересном месте, да? Акция «Поможники Деда Мороза». Давайте еще. Да, акция «Поможники Деда Мороза» у нас проводится. Мы находимся в торговом центре «Прометей» на первом этаже. И еще, ну, коротко хотела бы обозначить, да, то есть очень много вот похожих акций по городу, да, то есть тоже помогаем детям-сиротам. И, кстати, никакой конкуренции нет, да? Никакой конкуренции нет. Люди, все равно добрые люди приходят к нам. И, ну, хотела бы, с одной стороны, это очень хорошо, да, то есть это контакт с обществом. А с другой стороны, это очень такая потребительская акция, да. Ты даешь ребенку вот то, что, ну, как бы сверху, да, вот ребенок желает, и ты вот даришь, как бы, подарок, который он хочет. И, ну, как бы, задаешься вопросом, там, какой будет там положительный момент с этого. И, ну, с другой стороны, как бы, если вот из ста детей, и ты, если ты поможешь там двоим-троим, реально ты, как бы, дашь веру ребенку, то такие акции должны проводиться, во-первых. А во-вторых, то есть, мне кажется, что общество еще не готово к каким-то систематичным, каким-то вот долгосрочным проектам, да, то есть жители города, они не могут там посвятить какую-то часть время, там, раз в неделю, или там, ну, систематично приходить и ухаживать за ребенком. То есть, пока еще, ну, общество не созрело, можно сказать, и, скорее всего, еще мы тоже еще не готовы, да? Я дополню, но не надо тут забывать, когда приходят волонтеры в детские дома, даже патронатные семьи о том, то, что мы все-таки дети когда-нибудь будут взрослые, будущее наше поколение, шоколадками и подарками мы не вырастим настоящих гражданей. Об этом тоже не надо забывать. Прежде чем пойти к любому ребенку, надо понять, а тебе это надо вообще? Вот шоколадку ты купил и отдал ребенку. Потому что у нас вот в детских домах, большая статистика, это детей, конечно, шоколадки, конфетки, никакой сейчас по закону трудотерапии нет, вот если бы. И у нас растут, мне должны, ой, тетя придет, шоколадку даст, об этом тоже не надо забывать. Если рота мне отметку поставит, да? Конечно. Не имеете права там выселять, не имеете права. Очень много проблем, и эти проблемы по всей республике. По всей стране? Да, по всей стране. Даже если вот я рассказывал до эфира то, что квартиры получают, да, у нас дети. Сам квартиру сдал, а сам вообще где-то заселился. У тебя же квартира есть. А что я сдаю? Тут деньги имею, тут деньги имею. Вот у нас и поколение. Волонтерство это хорошо. Вот то, что Добрая Якутия делает, я как координатор, я координирую волонтеров. Я хочу сказать то, что охват у нас, там не по призыву, а у нас реальный охват. На сегодняшний день у нас около 500, да? 150 человек. Ну, 150 это волонтеров основной косяк. Ну, а так мы обучили очень много. Обучили, да. Да, 98 волонтеров мы обучили. 98 волонтеров. То, что с волонтерами работа ведется, и должны не мы волонтеров звать, а они должны к нам приходить. Вот тогда и будет все хорошо. Вот, на самом деле, отрадно, что помимо наших общественников, Антона Васильева, да, помимо Сарелла, Тихонова того же, Сани ЕКНК, который замечательный, на самом деле, пример социально НКО представляет, то, что парни приходят в социальное волонтерство, я думал, вот одни такие няшные девочки, которые, давайте бантичек сделаем, да, типа такой. Ну, не только, а вот то, что рядом с парнями должны быть парни, да, и должны их учить вещам, которым может обучить только парни, на самом деле, да, Петрович? И то, что рядом с девочками должны быть, да, я считаю, девочки, которые должны обучать тем вещам, которые должны знать девочки. Вообще считается очень хорошо и эффективно, когда в волонтерство приходит та целевая группа, на которую было направлено усилие предыдущих волонтеров. И вот как раз Слава, пример этому, понимаете, когда вот сейчас мы две квест-игры провели с Алмаз Регенбанком, с победителями сейчас у нас, да, идет системная работа, и спасибо, это как раз вот вы вопрос задавали про бизнес, да, волонтерство, это именно устойчивое системное корпоративное волонтерство, когда очень серьезный подход, да, глубокий и системный. И вот когда наши подопечные, победители квестов подрастут, получат профессию, социализируются, обретут свою собственную семью, станут полноправными, полноценными гражданами, да, нашей республики и страны, вот когда они станут волонтерами и наставниками подрастающему поколению из детских домов, вот это, я считаю, круг замыкается, это самый эффективный социальный проект. То есть преемственность поколений, даже волонтерство, она должна всегда, то есть мы, тимуровцы старшего поколения, допустим, Лена с Аркадием являются нашими преемниками, те обучат других и так далее, и так далее, и этот процесс будет, потому что на самом деле вот эти, решение этих социальных проблем-то, оно очень трудно, и требует не только колоссальных денежных вливаний, но еще и, еще раз, каждодневного труда. Я всегда говорил вот этим социализирующим данным, думаю, раз вы придете бабушке, поможете, ребенку шоколадку купите, ну, сходите и помойте полы в каком-нибудь социальном учреждении, сходите, подержите двери в тех медицинских учреждениях, где пожилые в основном ходят. Вот это и будет ваша помощь, и на системном уровне, каждый день, как на работу, как вот эти девочки делают. А не так, чтобы вот, ой-ой-ой, мы по шарике подарили и так далее. Я всегда вот против такого отношения, я всегда против таких вот вещей, поэтому, учитывая даже свой собственный опыт, который, к сожалению, или к радости есть в области социального волонтерства, я могу сказать, что только системный подход спасет вот это величайшее дело, на самом деле. И не хотелось бы выглядеть очень грубо, но, дедушка, у тебя подарочек какие-то есть, да? Да, конечно, мы с внученькой никого не забыли, даже гостей студии сегодня мы тоже... Нет, там же есть особенный подарок, который вы хотели бы показать, да? Да, мы хотели бы продемонстрировать, какие у нас подарочки получат дети, которые нуждаются в этом. И я бы не согласилась с той фразой, что подарить шоколадку – это не нужно. Это нужно. Эти дети не видят этих шоколадок, эти дети не видят кукол, и они растут в большинстве случаев обозленными на этот мир. Потому что у них нет смартфонов, нет кукол и так далее. Потому что они не чувствуют любви от родителей своих, потому что они не чувствуют этой новогодней радости. И вот подарить игрушку, подарить куклу или шоколадку – это тоже очень важно, потому что ребенок прочувствует этот волшебный момент, и потом... Душевность. Да, душевность. И может быть он поймет, что можно жить лучше, можно что-то сделать для того, чтобы все было хорошо. И вот такие вот у нас замечательные подарочки получит каждый ребеночек. Да, вот такого вот няшного мишку. У нас такая фраза прям, да. Ну и, конечно, куда же без сладостей. А для наших коллег мы хотели бы тоже преподнести маленький подарочек. Дедушка. Давай, ты доставай. Мне неудобно. Поскольку мы все так или иначе помогаем детям, мы хотели бы подарить вам вот такие вот наши замечательные браслетики «Я помогаю детям», которые мы также дарили каждому нашему дарителю, каждому человеку, который купил купон. То есть мы хотим, чтобы люди носили эти браслетики и демонстрировали, что вот «Я помогаю ребенку». Я даже в средства массовой информации вывалил, какой им является Инстаграм на самом деле. Кстати, вот эти воспитанники детских домов и прочее, они отлично же разбираются в Инстаграме, в сетях и так далее. Они такие же, как абсолютно все другие остальные. Да, конечно же. Просто находятся, вынуждены находиться в силу тех обстоятельств, которые от них не зависят на самом деле. Да. В этих социальных учреждениях. И мне кажется, вот на данный момент как бы лучше что-то делать, чем ничего не делать. Правильно. То есть вот какие-то подарочки, люди приходят, да. Это все равно какие-то первые шажочки для того, чтобы потом развивать все это волонтерство социальной республики. И все-таки хотелось бы подытожить очень кратко, буквально репликой. Как же сделать так, чтобы вот эта куча, как грибочки вырастающих точек благотворительности, социального волонтерства, да, которые от одного человека исходят. Как их проложить вот такую вот системную дорожку? Партийное строительство как провести? Приходите в Добрую Якутию. Приходите в фонд «Семья для ребенка». Приходите в фонд «Дети Саха Азия». Вот и ответ. Вот и ответ. На самом деле, отлично, когда вот такие организации, они растут как грибы после дождя, объединяя огромное количество усилий тех людей, которые, ну, по зову сердца, по зову души хотят делать добро. Для них всегда найдется и юридическое, и организационное, и всегда укажут, вот там-то труднее всего, вот туда приложите свои усилия. То есть адрес, например, могут подсказать и так далее. И еще раз говорю, то, что девочки приходят в детские дома и делают бантики, от этого никому плохо не будет. То, что собирают подарки через купоны, от этого никому плохо не будет. То, что вы координируете усилия таких людей, от этого точно никому плохо не будет. И раз уж плохо не будет, а станет лучше всем нам, всем жителям республики, особенно тем, которые нуждаются, больным, детям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, сиротам, пожилым. Всем вот этим, если вот на столечко станет лучше от деятельности вот таких, как те люди, которые сегодня собрались, от этого выиграем все мы, выиграем каждый из нас. И мир вокруг станет на самом деле капельку добрее. Я благодарю всех, что пришли и поучаствовали в сегодняшней нашей передаче. Это была, повторю, программа «Один из нас». И один из нас сегодня рассматривал аспекты социального волонтерства, которые не ограничиваются только сбором мусора и подвозом больных. На самом деле аспектов этого вопроса огромное количество. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok